В такие же апрельские дни 2001 года была поставлена финальная точка в неравном поединке с властью коллектива тележурналистов НТВ. К моменту кризиса, возникшего вокруг телекомпании НТВ, она существовала в российском информационном пространстве в течение 7,5 лет. Созданная при содействии первого президента России группой единомышленников, костяк которой составлял творческий коллектив еженедельной аналитической программы «Итоги», негосударственная кампания сразу же установила новую высокую планку взаимоотношений власти и общества. О произошедших с тех пор переменах сожалеет журналист Николай Сванидзе. НТВ в 90-е годы это был телеканал, служивший эталоном информационной журналистики. Да, можно говорить о том, в чьих интересах, там, Гусинский, в интересах государства, за государство, против государства. Это был частный канал. Частный канал всегда работает так или иначе на своего владельца. Если это государство, то это работает на государство, а частное на своего владельца, разумеется. Но профессионализм был очень высокий. Желтизны не было. Сейчас это канал, который не вызывает ощущения того, что профессионалы должны ему подражать. Это я так достаточно аккуратно формулирую. Он не вызывает желания у профессиональных журналистов там работать. Он совсем уже не является эталоном журналистики и флагманом российской журналистики. Хотя рейтинг у него, несомненно, высокий. Первые годы работы молодого журналистского коллектива совпали с периодом становления новой российской государственности. Принципы информационной свободы утверждались повседневной практикой профессиональной деятельности, предоставлением трибуны каждой из сторон политического конфликта, учетом мнения оппозиции, дискуссиями и критикой промахов тогдашней власти. Утратой этих ориентиров во всем отношении к стилю аудитории удручен журналист Павел Гусев. НТВ того периода, особенно в самые первые годы, это, конечно, был сверхпрофессиональный канал. И то, что они сделали с телевидением, они просто шокировали всю страну. Потому что это были расследования, это были новости, от которых оторваться нельзя было. Это работа журналистов была, знаете, индивидуальная. Это был качественный товар. Переломным моментом, предопределившим судьбу телекомпании, стала смена обитателей Кремля, произошедшая на рубеже 1999-2000 годов. Возобновившаяся Чеченская война, так дорого обошедшаяся стране в предыдущие годы, служила трамплином для прихода к управлению страной, сторонника построения жесткой вертикали власти. В этих условиях присутствие в федеральном телеэфире популярного и авторитетного для аудитории противоположного мнения не отвечало вновь поставленным задачам. Прологом к удушению гласности считает разгоревшийся тогда конфликт журналист Артемий Троицкий. Конфликт вокруг НТВ вообще, конечно, был первой ласточкой вообще вот того массированного наступления на свободу слова, а главное – полным таким вот заорканиванием и подколпачиванием телевидения, которое, разумеется, впоследствии приобрело тотальный и глобальный характер. История СНТВ в этом смысле была первой, и этим она и важна, и символична. Тогда же, ну, я думаю, что впервые эта история продемонстрировала определенный, ну, скажем, и человеческий раскол, когда нашлись коллаборационисты, нашлись напротив, такие, скажем, упертые протестанты. На качестве журналистики разгон НТВ, естественно, сказался самым пагубным образом, поскольку именно с этой историей началась и цензура, и, что в данном случае еще важнее, самоцензура телевизионных, в первую очередь, журналистов. Раздражение Кремля накапливалось по мере обсуждения подозрительных обстоятельств московских терактов осенью 99-го года и их странного совпадения с версиями использования гексогена в ходе учений, проведенных спецслужбами, в подвале жилого дома в Рязани. Сегодняшний однофамилец канала весьма отдаленно напоминает свой прообраз образца 90-х годов, уверен, писатель Михаил Виллер. НТВ, образца 2000-го года и образца 2013-го года – это, конечно же, два абсолютно разные канала, которые объединяют только их название и помещение. Сменился народ, сменился профессиональный уровень, сменилась, я бы сказал, журналистская ориентация на традиционную сегодня в России. Не вызвала восторга властей трактовка их поведения в момент трагедии на подлодке Курск, в частности, сомнения в невозможности спасения хотя бы части моряков. Именно тогда возник сценарий, безупречно реализованный впоследствии. Обществу еще только предстоит оценить масштабы понесенной потери, считает журналист Дмитрий Муратов. Мы до сих пор еще даже близко не представляем, какой тектонический сдвиг произошел, когда было закрыто НТВ. Оно еще работало в режиме онлайн-ТВ, когда просто стояли камеры в коридорах и показывали там ходящих сотрудников и ждали захвата. А потом стало абсолютно понятно. Даже если ты успешен, даже если ты талантлив, даже если ты прекрасен, даже если у тебя огромное количество зрителей, тебя можно прихлопнуть. Это первый вывод, банальный. А второй вывод такой. Нельзя брать денег у государства на развитие медиа. Попытки смены руководства телекомпании НТВ вызвали протесты представителей общественности и рядовых телезрителей. В Москве проходили митинги в защиту независимой редакционной политики журналистского коллектива. В этих условиях решено было ускорить развязку, что и произошло в ночь с 13 на 14 апреля 2001 года. Случившееся пагубно отразилось на качестве журналистской работы, уверен экономист Сергей Алексашенко. Слова журналистика и современное НТВ, они как-то не имеют ничего общего, поэтому отразилось на том плане, что НТВ перестал быть каналом, который имеет возможность свободно говорить о том, что он думает, имеет право, имеет свою позицию. Вообще людей, работающих на НТВ, тяжело назвать журналистами. Коллектив НТВ раскололся по принципу готовности сотрудничать с новыми владельцами или сохранить верность убеждениям в заведомо рискованной ситуации. Эта часть журналистов еще два года вела неравный поединок за право оставаться в профессии на федеральных телеканалах ТВ6 и ТВС, вынуждена противостоять запрещенным приемам, используемым властью для их выдавливания из эфира. Закономерно считает трансформацию канала журналист Николай Троицкий. Постепенно все лучшие журналисты были или сразу уволены, или ушли попозже, или выдавлены, или, как говорится, они там, как это называется, выступили как информисты и потеряли свой профессиональный уровень. В общем, я, к сожалению, не настолько часто смотрю телевизоры и не могу давать вот абсолютно стопроцентную оценку, но то, что я видел из новостных программ НТВ, конечно, это по сравнению с тем, что было в 90-е годы, если отвлечься от идеологической, политической стороны, чисто профессионально. Это, конечно, намного более низкого качества. Перерождение канала, очевидно, писателю Виктору Шендеровичу. Телеканал НТВ аккуратно брал в те годы все информационные номинации, близко не было. И смотрели его, разумеется, больше, чем первый и второй канал, потому что знали, что на телеканале НТВ можно получить полную информацию по-любому из острых конфликтов. Сегодня это, в общем, превратилось в абсолютно желтый канал, да еще и на прямом подсосе и заказе у власти. Самые мерзейшие программы, которые выходили, самые заказные, отвратительные, выходят именно на канале НТВ. Это не вопрос качества работы. Как провокаторы, мерзавцы, они работают очень хорошо. Это вопрос в полном изменении, полном перерождении, в общем, природы канала. Выросшие за 10 лет поколения, вступающие в жизнь россиян, по понятным причинам лишено представления о том, чем был когда-то телеканал, работающий на четвертой кнопке, и почему он разделил столь драматическую судьбу. Категорично настроен журналист Александр Рыклин. Канал НТВ больше не существует просто. Это канал, который просто приличные люди смотреть не могут. Просто не могут вообще в любой, не важно какую передачу. Изменения, произошедшие с телеканалом, удручают политолога Станислава Белковского. Ясно, что канал НТВ превратился в рупор, превратился в канал слива компроматор от власти. Значительная часть аудитории это нравится, поэтому если подходить с позиции голого рейтинга, то канал НТВ достаточно успешен. Если подходить с позиции репутации среди активной и мыслящей части российского общества, то эта репутация уничтожена. Утилитарное отношение к телевидению рискует погубить саму профессию, уверен писатель Леонид Млечин. Тогда власть стала воспринимать телевидение исключительно как инструмент политического влияния. Оно телевидение таковым не является. Попыткой вмешательства ведет к тому, что телевидение перестает работать профессионально. Что мы сейчас в сфере политической, общественной журналистики и телевизионной наблюдаем, это все непрофессиональная работа. Страдает от этого общества очень сильно, часто не замечая этого. Напомню, что сегодня гость нашей студии Игорь Яковенко, недавним прошлым генеральным секретарем журналистов России. Как вы считаете, Игорь, в чем общественная значимость тех событий драматических, которые разыгрались в коридорах НТВ 12 лет назад? Убийство НТВ, это, безусловно, был, по сути дела, основной фундамент. Практически это основной фундамент того, что дальше произошло. И с Ходорковским, и с выборами, и с Государственной Думой, и с рокировочкой вот этой вот, так сказать, замечательной, которую мы наблюдали, тандем и так далее. И с дальнейшим, я аж не говорю, удушение свободы слова, и с тем, что с бизнесом произошло, и с войной в Грузии, и так далее. Вот фундамент всего этого был заложен 12 лет назад. Вот в эту ночь с 13 по 14 апреля 2001 года. Потому что, ну, в России выключили звук и свет. И после этого со страной можно было делать все, что угодно. И второе, власть проверила общество, ну, что называется, навшивость. То есть, ведь ирония истории заключается в том, что практически в те же мгновения, ну, буквально вот в те же месяцы, в Праге, власть захотела сменить руководство телевидения. Вот в те же минуты это происходило, ну, там, месяцем раньше. Для истории это миг. И в крошечной Праге, крошечной, в Москве 15 миллионов, в Праге миллион 100, да, крошечная Прага, на улице вышло, ну, по самым скромным оценкам, порядка 250 тысяч человек в Праге. В Москве я был заявителем, организатором этих митингов, самое большое, что нам удалось собрать, это 30 тысяч, несмотря на то, что все силы на это бросили. Понимаете, разница чудовищная. 15-миллионная Москва 30 тысяч, крошечная Прага 250 тысяч. Вот такое вот чудо, ну, разница, если соотносительно с населением, в 100 раз. Понимаете, вот эта вот разница в реакции, в 100 раз меньше ценят в России свободу слова, меньше ценят свое телевидение, по сути дела, она показала власти, что все можно. Второе, что очень важно, после того, как стало ясно, что вот уже, как бы, те побеждают, очень многие же из команды НТВ тоже продемонстрировали не самые лучшие журналистские качества и перешли на сторону власти. Я уж не говорю здесь о Добродееве и Кулистиковой, которые заблаговременно сбежали, но и о современном кумире демократической общественности, о Парфенове, который буквально, так сказать, тут же сбежал, перебежал на сторону Коха и других, так сказать, захватчиков НТВ. Вот, когда мы говорим о том НТВ, на котором вы работали, на котором Виктор Шендерович работал, на котором работала Светлана Сорокина, надо говорить старое НТВ, потому что иначе, сегодня уже иначе непонятно, потому что НТВ это сегодня слово из трех букв, это ругательство, там журналистики нет совсем. Я понимаю тех людей, которые обижаются, которые говорят, что, ну, в НТВ много программ, есть качественные, есть некачественные, но, тем не менее, понимаете, присутствовать и работать в борделе и считать себя, так сказать, порядочным человеком довольно сложно. Можно, или там, быть в преступном сообществе и говорить, ну, я же сам не убивал, ну, хорошо, сам не убивал, ладно, так сказать, на каком-то суде это зачтется. В свое время мы знаем, что в Нюрнберге под судом были два журналиста. Один из них, главный редактор журнала, газеты «Штурмовик» был повешен. Другого радиоведущего, Геббельсовского радио, Нюрнберг оправдал, потом он получил 9 лет, уже немецкий суд его осудил. То есть, по-разному можно говорить, кто-то работает, я сейчас не делаю прямых аналогий, но журналисты НТВ на этом пути, понимаете, вот своей клеветой, своим разжиганием ненависти, ведь за что были судимы Нюрнбергским судом фашистские журналисты? Они сами же не убивали, они разжигали ненависть, и это привело к массовым убийствам. Вот прямых аналогий я сегодня подчеркиваю, не делаю, но эти ребята на том пути. И здесь очень важно в этой школе, я бы так сказал, школы НТВ, сегодняшнего НТВ, не быть первым учеником. Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Игорь Яковенко, в недавнем прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России. Игорь Яковенко